История, бадай самогавядома, га у нашей краине князького роду Радзивилла, обвейная славой и легендами, наполнена дивными поворотами лесу. И он не имел соберованных, убагать и уплыву. Радзивиллы володали велизарными земельными территориями, вызначилися у политцы, военной справе, навуцы и мастатстве. Проставники знатного рода удельничали у военных и повстаниях, будовали крепости и палацы, засновывали мануфактуры и друкарни, створали и сбирали шедевры мастатства. Иншими словами, я не поступово писали историю. Выстава «Радзивиллы, лесу, краины и роду» – это коллекция польского предприимальника и грамадского дейча Матея Радзивилла, який на протягу 20-ти годов сбирая предметы, які разповедают об его знакомитых протках. К сожалению, когда я привез коллекцию в Минск, я не знал, что музей в Гомеле тоже хотел бы взять в депозит эту коллекцию, если бы я знал, я бы привез тоже портреты князей Чартурыцких, которые больше связаны с Гомелем, потому что они были, можно сказать, владителями Гомела в начале XVIII века. Представленная у Гомеля выстава налишевая колеса уникальных экспонатов – это гравюры, миниатюры, медали из каштонных металлов, предметы ткацтва, у тымлику, шалковый слудский пояс XVIII века. Большая частка коллекции – портреты. На их можно убачить Барбару Радзивилл, Михаила Казимира Радзивила Рыбаньку, короля Станислава Радзивила и многих інших знаковых особ, знакомитого князского роду. Любой, кто хоть немножечко знает историю Беларуси, знает, кто такой Михаил Казимир Рыбанька или Паненька Ханку, или кто такая Уршула Радзивилл, которая впервые несвеже организовала театр, и этот театр прославил этот город в свой период, исторический период. Она писала пьесы, и эти пьесы были изданы после ее смерти. То есть о каждом из Радзивиллов в представленном зале можно говорить много и очень много интересных историй. Представленные на выставе портреты датуются розными стагодзями. Частка с них была набыта Матеем Радзивиллом на аукционах. Особная изъявляется фамильной спадшиной. Мой дедушка получил этот портрет, и он висел у него в порте недалеко Баршавы. Этих портретов, которые сохранились в нашей семье, для меня это великая ценность, потому что я смотрел на эти портреты, когда был уже мальчиком, и они смотрели на меня. На шадок выдатного князского рода Радзивиллов имкнется пополнять семейную коллекцию новыми уникальными экспонатами, которые заховывают память об его знакомитых протках. Так само, и он ведь великая фамильная древа. Кожные 5-6 годов оно обновляется, и зараз наличивает 20 поколений. Матери Дзивиллу пыонены про з'историю семей можно лепш зразуметь контекст многих историчных падзей. У свою чергу, каждый наведывальник выставы сможет доведаться больше про лез на комитого роду, який покинул глубокий след у истории и культуры нашей краины. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телер, радио-компания «Гомель».